Девушки отдыхают 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 Я сказал, быстро! Ты перестанешь! Раскростишь! Камеру убери. Настя! Настя, а помнишь, в «Гарри Поттере» была Лакса Миртл, жила в туалете и была почти невидимой. Я бы тоже хотела быть невидимой. Но если чего-то очень-очень-очень сильно захотеть, то обязательно сбудется. Точно. Ты так и не сказала, кого там нарисовала. Это… Это отчим? Объект в дверь. Почти все в жизни можно изменить. Я это точно знаю. Цель вижу. Могу работать. Цель держу. Работаем по команде. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ КОНЕЦ Макс! Штурм! Кайф! Пошли, пошли, пошли! КОНЕЦ Весело. Простите. Что? Вот телефон. Простите, пожалуйста. Спасибо. Алло. Макс, блин, ну ты в своем уме где тебя носит? Меня твоя работа уже достала, ты жениться вообще собираешься? Мы же платье сегодня меряем. Нет, Люба, это не Макс. Это Васильевич. С Максом все в порядке? С Максом все нормально, не волнуйся. Травматический шок. Ничего страшного, поверь мне. Я вот о чем хочу тебя попросить. Я его отправлю в отпуск недельки на три. Обязание присмотри. Хорошо, конечно, конечно, хорошо. Люба, работа у нас опасная, а он, как тебе сказать, смерти перестал бояться. Понимаешь? Да помолчите вы! Понимаешь, может ему профессию сменить? Ты психолог, ты с ним поговори. Лады? Да. Да, конечно. Ну, как ты, Макс? Ничего, живой. Ну, ничего. Держись, потом поговорим. Нормально. Живу будем, не помрем. Петр Васильевич! А, пропусти его. Иди сюда. Привет. Здорово, Сань. Ну, как дела, как служба? Да сам видишь. Слушай, ну, отлично сработали. Бывало и лучше. А ты как? Ну? Понятно. Сань, я в эту историю со взяткой никогда не верил. Не верил и не поверю. Ясное дело, подстава. Мне очень жаль, что тебя уволили со службы. Чем могу помочь журналюге? Эксклюзивчик дашь? Ну, конечно, поговорим. Эдик! Эдик! Давай сюда быстрее. Пять минут. Всего? Заметанно. Давай. Здорово, спецназ! Привет, Леха. Комбат, слышишь, падали лицом вниз. Маски-шоу приехали. Привет. Здравствуй, Любашенька. Привет. 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 Ну чё, когда уже свадьба, а? А то мы тут на днях сколько, 10 гранат нашли? 13. О, мы вам такой фейерверк забабахаем. Слышь, партизана, вы бы осторожнее с оружием были бы. Так, это, пошли позавтракайте с нами. О, не-не-не-не. Нет, спасибо. Спасибо. Нет, 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 спасибо. Ну чё такое? Нормальная каша. Нормальная. Твоей кашей гвозди забивать надо. Хорош трещать костыль, давай. Ты смотри, раскомандовался он. Замака, лодка чужая. Ничего, за бугор на ней не уйдёшь. Значит, он это не потянет. Покатаемся вернём. А, я тебя прям боюсь. А то. Страшный и злой. А чья лодка-то? Да какая разница? Ой. О, ничего не изменилось. Как в детстве мужики здесь ставились эти, так и ставят. Клянись. Клянусь. Перед лицом этой рыбы. Перед лицом этой рыбы. Всегда меня любить. Всегда тебя любить? Так, рыбу прекрати мучить, отпускай её уже. Ты это сказал при свидетелях. Отпускай рыбу, всё, отпусти. Так, теперь, Максим, давай поговорим серьёзно. Без свидетелей. Ты подумал? О чём? Я серьёзно о смене работы. Что ты поменяешь работу. Я думаю. Макс, мы с тобой уже тысячу раз об этом говорили. Пирожки. Слушай, бабушка ж готовит пирожки, а я и забыл. Макс, при чём взять бабушкины пирожки? Я приготовила уже. Я тебе сейчас, я тебе… Ты очень красивая. Пирожки. Ваши. Слушай, байки. Ребёнку на пирожку. Влюб нересу. Максимушка, все, все, кончай работу. Еда на столе. Быстренько, быстренько. Сейчас, сейчас, бабуля. Остынет все. Сейчас, сейчас, сейчас иду. Максим! Бог в помощь. О, спасибо, Федор. Не напрягайся, парень. Тебе же еще отлежаться надо. Да отлежался уже две недели. В госпитале думал, выть начну. От скуки. Вот, форму набираю. Тут новость прошла. Говорят, что тебя к ордену представили. А, это насчет того, что с меня причитается? Да не вопрос. Жди на чай. А ты не пугай, заходи. Заодно невесту свою покажешь. А то тут про нее вся деревня кудахтает. Давай. Давай. Хорошо, зайдем. Как вкусно пахнет. Старалась. Кушай, милая, кушай. Спасибо. Спасибо. Мировая экономика по-прежнему остается нестабильной. А дефолт американского доллара практически обвалил... Это ж надо. Окружку на завтрак. Давай, давай, наедайся. Герой, ты мой. Тем не менее, глобальное восстановление экономики... Я вам обидела. Спасибо. Тебе тоже. Большинство ведущих экономистов считают, что сегодня нет реального повода, говорить о том, что у меня большого обвала и нового кризиса не будет. Таково мнение наших экспертов. А мы переходим в группы и криминальные новости. Сегодня закончилось очередное заседание суда по делу известного бизнесмена Фанайлова. Как и в прошлый раз, с Фанайловой были сняты все обвинения в связи с отсутствием свидетелей по делу. Надежный источник из правоохранительных органов сообщил, что один из свидетелей сегодня не явился на заседание суда, а второй по-прежнему находится в больнице. Администрация наша решила полиграфический комбинат ставить. Ну, народ закудахтал, так они, чтобы хорошими казаться, надумали храм восстановить. Меня пригласили фрески править. Денег, говорят, у нас нет, так мы тебе, говорят, дров дадим. Ну чё, будем делать. Нельзя, мы с дорогой. А, ну как скажешь. А семья как у неё? Да нет никого. А занимается чем? Психолог. Умная — страшно. Умная — это не грех. Я в людях толк знаю. Хорошая она у тебя. Береги её. Спасибо. Любаш, а чё ты там задумалась? Ну, вы ж на женщину внимания не обращаете. Обижаете. Женщина у нас в почёте. Разрешите? Простите. Ну что, Фёдор, поедем. Спасибо тебе за всё. Заходи ещё. До свидания. Очень приятно было познакомиться. Спасибо. Всего хорошего. Люба. Ау. Держи. Ой-ой-ой. Знаю, что целоваться не любишь, но уважен. Спасибо. Поехали мы. Спасибо вам за всё. Береги его. Береги. Ну, конечно. С Богом. Устал? Хочешь, я поведу. Да нет, всё в порядке. Да нет, всё в порядке. Бабушка твоя как на войну нас собрала. Когда мы всё это будем есть? Я с собой завтра на работу возьму. Макс, ты что? Ты опять собираешься на эту работу выходить? Любаша, давай не будем. Мне кажется, что мы с тобой обо всём договорились уже. Любаша, мне Фёдор смешную историю рассказал. Подожди со своими смешными историями. Ты скажи, мы договорились, что мы женимся, рожаем детишек и живём прекрасной, счастливой семьёй. Так? Ну? Ты что, не понимаешь, что я каждый раз отправляю тебя на эту работу? Я боюсь. Мне страшно. Человек не может постоянно жить в страхе. Я не могу постоянно жить в страхе. Ты это понимаешь? А то, что преступность растёт как грибы, тебе это не страшно? То, что наши дети будут выходить на улицу и бояться, это не страшно? Это для вас убивать уже стало естественным, но для нормального человека это не естественно. Ты черствеешь с каждым днём, твоя душа черствеет и… Любовь, запомни, добро должно быть с кулаками, иначе всему конец. Макс, он живой! Живой! Аптечку, быстро! Помогите. Они убьют меня. Чё, живой ещё? Да живой. В больницу срочно надо. В больницу? Конечно, в больницу. А нам как раз по пути в больницу. Точно. Давай, грузи его. Чё, добегался? Не надо! Не надо! Ты бы ехал отсюда, мужик. Мы тут сами всё уладим. Лёнку возьми в машине, чтоб салон не испачкал. Давай. Да ты лежи. Сейчас мы тебе первую медицинскую помощь устроим. От судьбы не уйдёшь. Я сказал, сел в машину и дёрнул отсюда. Макс, поехали. Любашка, сядь в машину и закройся. Макс, я прошу тебя, поехали отсюда. Быстро в машину! А может, всё-таки в больничку, а? Ну, какой же ты дятел тупой! А ведь могли бы и договориться. Трост! Стоять! Ура! Ура! А-а-а! А-а-а! Что ты за человек, Подгорлов? Что ты всё под этого Фанайлова копаешь? Писать тебе, что ли, больше нечем? Вон на днях, сынок депутата, на своём бентли в пивной ларёк улетел. Вот о нём и пиши. Миша, Фанайлов не просто бизнесмен. Он управляет криминальными синдикатами. А это убийство, помогательство, рейдерские захваты. Да знаю, знаю. Тогда что же вы ничего не делаете? Да мы уже дважды возбуждали уголовное дело. Всё рассыпалось. Почему? Свидетелей нет. А нет, свидетелей нет — обвинение. Два дня назад ещё один свидетель пропал. Как пропал? А вот так, взял и исчез. Дал подписку о невыезде и исчез. Миш, мне это очень нужно. Селиванов — реальный свидетель. Его запугали. Секундочку, вы куда? Прокуратура, следователь Русаковский. А это со мной. Он весь свой бизнес передал Фанайлову. А это уже кое-что. Ладно, расслабься, получишь ты своего свидетеля. Я к нему охрану приставил, куда он денется. Ещё раз, как ваша фамилия? Ставицкая. А ваша? Пронина. Пронина. Курить надо бросать. К Селиванову. В какой палате Селиванов? Так умер Селиванов. Пять минут назад. Что значит умер? Он же на поправку шёл. Где доктор? Семён Петрович, а здесь из милиции. Остановитесь, следователь Русаковский. Что произошло? Анафилактический шок. Мы и сами ничего не понимаем. Аллергии не было. Спал спокойно, чувствовал себя хорошо вот утром после обхода и… Сержант. Всё по инструкции, доступ только медперсоналу. А точнее? Ну вот она заходила с баночками какими-то. Я вообще-то здесь работаю, между прочим. Ну? Доктор ещё. Этот? Нет, другой, лысый, худой. Вы извините, я вас перебиваю, но доктор здесь я. Я вижу. Видите, вот, не худой и ещё не лысый. Ну? Ну. Ну, здесь других быть не могло. Я никого не видела. Значит так, тело назад в палату, ничего там не трогать. До приезда следственной группы никого сюда не впускать. Ясно? Товарищ полковник, я… А ты, сынок, давай составляй словесный портрет доктора. Думай, думай. Есть. Так, Юлечка, иди в девятую. Чёрт, что ж за день сегодня такой? Понял, еду. Что случилось? А это уже, Саша, не для прессы. Миш, я с тобой, ладно? Нет. Будь человеком. Даже не проси. Слушай, ну что тебе стоит? Ну хочешь, я на коленицу? Да не надо на коленицу. Ты такой же настольный, как твой отец. Юлечка, два кубика гидрокортизона. Угу. Добро должно быть с кулаками. Миша! 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 Командир, да не видел я ничего. Вот путевой листья. Два часа только выехал из Котовинска. Вот. Привет. Привет. Ну, что там у нас? Привет. В общем, трое потерпевших, два трупа. Один из убитых наш, спецназовец, старший лейтенант Максим Балашов. У него открытый перелом в районе бедра, черепно-мозговая, ссадины, ушибы. В общем, он с кем-то дрался, и его сбила машина, но умер от отмистрела. Три полевых стреляли в упор из Стечкина. Три гильзы на месте. Тут его командир приезжал. Такой кипиш навел вообще. Сказал, что если мы убийц не найдем, он здание прокуратуры со своими ребятами штурмом возьмет. Ясно. Что по второму? Из-за второго и звонили, пробили по базе. Твой клиент. Истомин Юрий Палыч, дважды судим, находился под подпиской о невыезде. Проходил свидетелем по твоему делу. Господин Фанайлова? Да, Фанайлова, Фанайлова. Так что второй? Его тоже сбила машина? Сбила, но умер от многочисленных ножевых. А где женщина? Ах, да. Какая женщина? Ее увезли. Она в больнице, в Первый городской. Допрашивают бесполезно, в коме. Тяжелая черепно-мозговая. Разберемся. Через час бумаги, чтоб были у меня на столе. Поехали. Есть. Я ж тебе говорил, что этот Фанайлов — монстр. Ни одного свидетеля. Ты мне лучше скажи, вот как ты думаешь, зачем труп свидетеля бросать под машину спецназовца? Имитация ДТП. Допустим. А зачем парня убивать? Бред какой-то. А ты про дорожные аферы не слышал? Слышал, слышал. Только у такого монстра, как Фанайлов, киллеры не пацанва какая-то. Такой чепухой заниматься не будут. Извини, Саш, но твоя версия с Фанайловой, мягко говоря, сомнительная. Ещё общий план в больнице. Только помрачнее. Миш, сто рублей дай. Только до пятницы. Ой, не жмись ты, Юлечка. Это вам и это вам. Спасибо большое. Сергею Ивановичу привет. Крупнова, ты какого хрена тут делаешь? Ты посмотри, как умер тесен. Мишань, это наш известный Подгорнов. Я уже понял. Борец за справедливость. А ну да еще. Осторожно, косеная. Ты хоть соображаешь своей дурной башкой и думаешь, что делаешь? На её глазах человека убили. Она же свидетель. А ну дай сюда косеную. Ты чё резкий-то такой? Выпей воды, Подгорнов, остынь. Косету ему отдай. А фонарел совсем? Крупнова, если бы ты была мужиком, ух, врезал бы я тебе. За взятку чуть не сел. Так, хочешь, за избиение? Приятно было повидаться. Иди ты, пойдем, я ему сам. Не лезь на работу. Еще раз врежу. Ты и так после следствия. Скот. Тебе очередной геморрой ни к чему. Давай, давай, иди. Эй, а вы… Прокуратура. С вами я потом разберусь. Здравствуйте. Я следователь Русаковской. Скажите, вы можете отвечать на мои вопросы? Ну вот, тогда постарайтесь вспомнить, как все произошло. Ну, сколько было нападавших. Их приметы. На какой машине они приехали? Может, вы сможете описать тому, кто стрелял? Постарайтесь вспомнить хоть что-нибудь. Черт. Поехали. Прошу прощения. Пожалуйста, покиньте палату. При всем уважении к следственным органам. Скажите, когда я могу поговорить с потерпевшей? Ну, вы же видите ее состояние. Сейчас точно нет. Ладно, командир, пошли. В другой раз. Поехали. Убегите. Поехали. Прошу прощения. Поехали. В какой-то минуте. Поехали. Поехали. Оно. Поехали. Сп жизненную. Руки убрал! Руки убери от меня, пуча! Что, Давид, у тебя уж больно загадочный. У меня небольшая проблема. Когда их у тебя не было? Руки убрал! Зачем? 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 Вы убили мента! Ментов убивать нельзя! С меня и так уже прокуратура не слазит. Папа, если меня закроют, я всех сдам. Я один тащить не буду. Ты! 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 Щелок! Так! Куда делят тачку? Моя в ремонте, бампер меняют. В гараже у малого. Какой бампер! Какой гараж! Тачку за город сжечь! Ствол сбросить! Ты понял? Понял. Спасательные команды работают круглосуточно, разбирая завалы. А мы вновь переходим к рубрике «Криминальные новости». И у нас в эфире спецрепортаж Марии Крупновой о самых горячих событиях сегодняшнего дня. Мы ведем репортаж из 1-й городской больницы, куда была доставлена жертва жестокого бандитского нападения, психолог Любовь Кленская. По словам врачей, пациентка находится в критическом состоянии. По делу ведется следствие. Поступили сведения, что количество погибших в результате мощного землетрясения в Турции… Да, Геннадий Леонидович. У меня есть тяжелый пациент. Нужна твоя помощь. Хорошо, сейчас будем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Не надо! Не надо! Ну зачем же, зачем же? Все! 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 Надо жить! 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 Жить. Жить. Юля, где ты ходишь? Я уже на месте. Субтитры сделал DimaTorzok Чё надо? Командир, открой тут дело срочно. Все дела с утра. Расписание читал? Ночью не положено. Открой же ты тут человеку опасность! Да иди ты отсюда! Я не буду есть, пока вы не скажете, кто вы и чего от меня хотите. Я не всякое. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Таблетки. Ну, вот. Хорошая девочка. А теперь обратно в кроватку. Бегом. Есть кто? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Простите, а вы кто? Я. Один из следователей. По делу Любови Клинской. А, Клинская. Да. Клинская пошла на поправку. А? Мы ее перевели на первый этаж палаты реабилитации. Только знаете, у нее больше всего душа пострадала. А это... Клинская пошла на поправку. Клинская пошла на поправку. Клинская пошла на поправку. Бегом Клинская пошла на поправку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вы бы на кресло присели? Нет, спасибо. Ау! Смена караула. А Русаковский прислал? Ну да. Отлично. Только на этот раз никого. Так точно. Сделаем. Хорошо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ой! Ой! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Черт! Что за безобразие? Юленька, аварийное священие включите. Да, Семен Петрович. Семен Петрович. Семен Петрович. Сюда нельзя. Стоять! Семен Петрович. Пожалуйста, не кричите. Не бойтесь, я вам сейчас все объясню. Хорошо? Я вас помню. Вы приходили со следователем. Вы в опасности. Я просто хочу вам помочь. Зачем? Чтобы помочь найти убийцу вашего мужа. И вас спасти. Мне ничего не надо. Не надо ничего. Подождите. Не говорите так. У вас все еще будет хорошо. У вас вся жизнь впереди. У вас родится ребенок. Вы будете счастливы. Поверьте мне. Реб… Ребенок? А. Разве он вам врач не сказал? Вы беременны? Тихо, 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 тихо. Тихо, тихо, тихо. Пожалуйста, не кричите. Не бойтесь я вам сейчас все объясню. Хорошо? Хорошо. Я вас помню, вы приходили со следователем. Вы в опасности, я просто хочу вам помочь. Зачем? Чтобы помочь найти убийцу вашего мужа и вас спасти. Мне ничего не надо, не надо ничего. Подождите, не говорите так. У вас все еще будет хорошо, у вас вся жизнь впереди. У вас родится ребенок, вы будете счастливы, поверьте мне. Ре… Ребенок? А, разве он вам врач не сказал? Вы беременны? Тихо-тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо. Ум! Тихо-тихо! Субтитры сделал DimaTorzok Любовь и Максима, в это прекрасное утро вы объявляетесь мужем и женой. Обменяйтесь кольцами. Субтитры сделал DimaTorzok Подожди со своими смешными историями. Ты скажи, мы договорились, что мы женимся, рожаем детишек, живем прекрасной, счастливой семьей. Так? Ну? Ты что, не понимаешь, что я каждый раз отправляю тебя на эту работу? Я боюсь, мне страшно. Человек не может постоянно жить в страхе. Я не могу постоянно жить в страхе. Ты это понимаешь? Люба, запомни. Добро должно быть с кулаками. Иначе всему конец. Реально люди бараны. Придумали железо тягать, как лошади какие-то. Смотреть тошно. Не нравится мне расклад с этой тёлкой. Стрёмно всё как-то. Расслабься ты. Нормально. Папик всё разрулит. Своей головой надо думать. Так а ты подумай. Ты ж наследник. Лошадь заговорила. Ты прикинь, сколько бабоса на тебя свалится, когда папика не станет, а? Вот, а я тебе помогу. Помощник. Это кто тебя надоужил? Просто. Здесь я всё решаю. Смотрите. С какой бессильной злобой умирают враги? Никола Маккиавелли. ГОСПОДИ ПОМИЛУЙ Поплачь, девочка. Поплачь. Поплачь, девочка. Поплачь. 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 Господи Богу. Господи Богу. Господи Богу. Господи Богу. Господи Богу. Господи Богу. То, что вы рассказали, этого очень мало. Нужны какие-нибудь детали, подробности, точные описания. К сожалению, в вашей машине, кроме ваших отпечатков, ничего не найдено. Дальнобойщик, который испугнул преступника… А, вы знаете, у одного вот здесь была татуировка. Сможете описать? Я не знаю, было очень темно. Ясно. Даже не знаю, что и сказать. Скажите, вы их найдете? Мы делаем все возможное. Преступник, который приходил к вам в больницу, уже объявлен в розыск. Мы можем, конечно, предложить вам охрану, но… Мой вам совет. Лучше уезжайте отсюда на время. Куда-нибудь. Так будет лучше. Я поняла. Ясно. Я пойду. Любовь Евгеньевна, подождите. Вот вам моя визитка. Вдруг что-нибудь вспомните, звоните. Спасибо. До свидания. А ты здесь каким ветром? Ты что, следишь за ней? Слежу. Только я не могу за ней следить круглосуточно. Ты теряешь одного свидетеля за другим. Если ты не дашь ей охрану, ее убьют. Миша, это неоспоримый факт. Русаковский, задумайся. Помимо твоей служебной карьеры еще существует карма, которая у тебя заметно портится. Дай моей карме дожить до пенсии. Что тебе от меня надо? Круглосуточной охраны для свидетеля. Слушай, не делай кислое лицо. Это в твоей прямой компетенции. У меня дел по горло. Понял? В рамках программы по защите свидетелей. Да нет у меня людей. У меня каждый человек на вес золота. Слушай, если ты не дашь ей охрану, я про тебя такой репортаж сделаю, что у прокуратуры соберется весь союз по правам человека. Это не Фанайлов монстр, а ты. Да, Миша, да. Карма у меня портится. Типун тебе на язык. Что с бабой? С женщиной. Про нее забудь. Пошла на поправку. Ее доктор лечит два-три дня и вылечит. Что-то еще? Папа, мне очень нужны деньги. Дай мне работу. Что? Про китайский снежок слыхал? Это типа что-то героина, но только убойней. Говорят, чуть дозу увеличишь и все, ты труп. Типа героина. Это синтетический наркотик. В тысячу раз сильнее героина. У меня прямой канал. Разбросаешь по городу партию, через неделю получишь еще. Справишься? Конечно, справлюсь. Ресурса хватит. У этой дурью привыкание с первой дозы. Через месяц весь город будет мой. Целый город убитых торчков. Целый город. Значит, генофонд великой страны тебя совсем не волнует. В этой стране ты говоришь, папа. Ладно, иди уже. Иди. Жди звонка. Тоска какая. Любашка, а где моя рубашка? Да, сейчас. Макс. Открывай, милая. Если гора не идет к Магомеду, то Магомед… Ой, мы сами идем. Так, где пропадаем? На телефоны не отвечаешь, сама не звонишь. Куда подевалась? Свадьба испугалась. Ну ничего, это в первый раз у всех бывает. Гонорарчик давай. Привидение. Спасибо. Бери. Чё, даже платье смотреть не будешь? Или свадьбу отменила? В следующий раз попрошу предоплату. А то ищи вас потом, братчующихся. Максику привет от меня. Максику привет от меня. Максику привет от меня. А то, что такое, где мы все понимаем? Очень хорошая моя моя мать, поэтому мы вывели. Максика… Ух, чё. Ух. Ух, чё. Ух, чё. Субтитры сделал DimaTorzok Девушки отдыхают 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 Ну, да ладно. Рацию слушай. Хорошо. Надо жить. Надо жить. Ты же скоро станешь отцом, Макс. Теперь есть ради кого жить. Пошку бросил, руки поднял. Дернешься, стреляй на поражение. Копытом двинул. Девочка, выйди на улицу, мне с товарищем побеседовать нужно. Саня, вызывай на ряд, поднимайся в квартиру. Клиент готов к разговору. Да, да, Павловская, одиннадцать. С вами все в порядке. Подождите меня в той машине. Вон вы. Ничего не бойтесь. Не бойтесь, не затронулись в полицию. Подождите, готовность. Ох ты, блин. Петрович, ты как ранен? Сань, беда. Пошевелиться не могу. Хотел ему наручники накинуть, а он какую-то дрянь в меня сунул. Все тело занемело. Ты его догонял. Далеко не могу идти. Я и много прострелил. Ты терпи. Терпи, Петрович. Я тебя сейчас в скорую вызову. Отвезу тебя домой будешь. Будешь внуков ненчить. Что? Ты что творишь? Что? Черт. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Ты уверена? Работа — единственное лекарство. Запомни. Сядь. Ну сядь, поговорим. Ты же детский психолог, профессионал. Сама должна понимать, только работа тебя спасет. Я должна уехать. Зачем? Да продолжай ты работать. Детям помогай. Послушайте, я себе помочь не могу. О каких детях может идти речь? Ладно. Если надумаешь, есть у меня для тебя работа. И видеть никого не будешь, и с людьми сможешь общаться. Девушки отдыхают. Теперь ты убедился, что все эти смерти дел рук Фанайлова. Он кукловод, а его куклы исполняют приказания. Ну а что я могу сделать? Ты же сам все видишь. Миша. Подожди, не перебивай. С одним согласен, что простой смертный киллера такого уровня не потянет. Так что это явно кто-то из богатых. Да это не кто-то, а он. Ну и что? Прикажешь бежать к прокурору и требовать ордер на арест? Только потому, что ты так думаешь. У меня же нет ничего. Ничего. Миша, ты же сам мне сказал, что при первом разговоре с ней она приблизительно описала трех парней, которые убили Макса. Вот именно, приблизительно. И под это описание приблизительно подходит сынок Фанайлова. Чем тебе не версия? Разрабатывай. Да бред это не версия. Под это описание приблизительно подходит половина города. Она тебе еще что-нибудь рассказывала? Да что она может рассказать? Она же ничего не помнит. Ну, может быть, хоть что-то. Да, Гаврила вроде бы у одного, ну, татуировка на шее. А с чего ж ты молчал? А что? А то, что у сынка Фанайлова тоже татуировка на шее. Она ее описала? Нет, говорит, что не помнит. Нужно задерживать Фанайлова со своей компанией. И Люба, возможно, их опознает. Все, все просто. А за что мне его задерживать? За что? За незаконное ношение татуировки. У меня, кстати, есть сведения, что последнюю неделю Фанайлов младший ездит на новенькой машине. Ну, знаю, на шикарной машине. А куда он дел старого? Понятия не имею. Слишком много совпадений, Миша. Совпадения, Саша, совпадения, а не факты. Именно поэтому они и называются совпадения. Давай с тобой зайдем в одно место. Ты с ума сошел? У меня в прокуратуру надо. Ничего, на одну минуту. В прокуратуру успеешь. Ладно, черт с тобой, давай. Но только на одну минуту. Давай на набережную. Здорово. Здорово. Что, нормально все? Да, да, все ништяк. Пошли. Деньги принес? А то. Эй, ты че пересчитываешь? А че? Старенький. Ну, яйца отстреливает на раз. Кто мог убить часовщика? Да вы че-то попутали. Отвечаю-то не я. Я отвечаю, не я. А кто мог? Да кто, кто угодно мог, но не я. Ну… Санчо. Санчо мог со своими пацанами. Он кого угодно бы угробил. Санчо. Да, но отвечаю, не я. Прошу. Свободен. Эй, а… Вопросы есть? Я не понял. Что, часовщика грохнули? Грохнут Миша. Если ты не займешься сыном Фанеллова. Ты ж бросаешь курить. С такой работой бросишь. Ага. Любовь Аркадьевна, а я хотела вам еще кое-что рассказать по секрету. Вы же выслушайте меня. Настюша, слушай, ты… ты иди к Зинаиде Марковне, она тебя там ждет. Поговори с ней. Ну, вы же не бросите меня. А давай мы с тобой вечером по мороженому съедим. Ты скажи маме, что я зайду, хорошо? Хорошо. Ну, ладно. Иди. Ага. Давай, зал. Можно побыстрее? Ну… Поехали! Где мы? Я же просила на вокзал. А так, короче. Машину остановите, пожалуйста. Чего ты нервничаешь? Ты мне скажи такую красавицу, кто тебя одну изделал, а? Остановите машину. А может быть, все-таки погадаемся? Кто тебя дома ждет? А вот это вот мой разговор. Я-то сразу понял, что ты, девушка, сговорчивая. Дернешься, я тебе твое хозяйство все проткну, понял? Убери. Убери его от меня. Откуда вы только беретесь, а? Кто вас таких ублюдков рожает? Почему вас, как тараканов, сразу не давят? Больно! Не дергайся, я сказала. Открой дверь и уходи. Уходи. Дура! Дура! Господи! Загнанных лошадей пристреливают. Слыхал? Что-то случилось? Ты плохо выглядишь? Её нет в городе. Её нет в городе. Это плохо. Ты плохо выглядишь? Её нет в городе. Может, мне поменять исполнителя? Мне нужна машина и время. Машина — не проблема. А времени у тебя нет. Если менты арестуют моего сына, и она его опознает, мне придётся убирать также и его. А тебе когда-нибудь приходилось убивать собственного сына? Я закончу заказ. У тебя три дня. Потом наш контракт будет разорван. Можешь идти. Тихо, тихо. Павел Борисович, уберите это. Он уволен. Понял. Здравствуй, Лёша. Здравствуй. Как-то несправедливо это всё. Не надо ничего говорить, Лёша. Ты собираешься, что ли? Уезжаешь? Да. У нас тут тоже всё. Комбат с двумя ножевыми в больнице лежит. Приехали какие-то из города отморозки. Понадобилось им. Вот это всё вот, наши. Хорошо, мужики какие-то проходили случайно. Это сувенир. Баёк сточенный. У тебя всё только сувениры. Настоящее-то есть что-нибудь? Конечно. Красавец. Такие до тысячи девятьсот пятидесятого выпускали. Состояние, конечно, у него идеальное. Барабан семизарядный. В наше время, конечно, заряжать не очень удобно. Но вещь практичная. Как говорится, семечки плюёт, аж корлупки не разбрасывает. Это как? Ну, это вот в современном оружии, да? После выстрела гильза, она вылетает. А этот гильзу в барабане вставляет. Вот так. Бах. А улик нет. Ну, тебе это ни к чему. Лёш, продай, а. Тебя зачем? Нет, Люба, ты чего? Да забери ты свои деньги. Деньги забери, Люба. Тебя. Тут патроны, но могли отсыреть. Если что, новые возьмёшь. Стрелять-то умеешь? Надо будет, научишься. Деньги. Деньги. Льва! Люба! Заходи! Чего маюсь? Отец говорил, ни государство, ни народ тебя не защитят, не обогреют. На себя только надейся. Я тогда не понял, к чему это он. Но вот когда Господь Бог Ирину с Аленой прибрал, вот тогда понял. Давай, помянем, не чокаясь. А что с ними случилось? Ну, в городе пьяный на джипе, а они на велосипеде катались. Он их смял, как бумагу. Оказался начальником. В общем, дело замяли. Ты… Да ладно. Рассказывай, чего приехала. Не истории ж мои слушать. Да. Зачем это тебе? Ты это, если что, у тебя там на уме, ты говори. И себя, и за мразь и всякой не губи. Я уже губленная. Не-е-е. Жить захочется. Немножко подождешь — и захочется. Научите пользоваться. Немножко подождешься. Нет-нет. Смотри, держишь двумя руками. Вот. Руки прямые. Вдох. Ноги пошире. И вес тела равномерно распредели на обе ноги. Давай. Вдох. Получилось. Ты надолго к нам приехала? Я пока не знаю. Здесь подожди. Поехали. Теперь подожди. И сто с 38 лет. Участие. Когда вы наушники Roma-1900-1999-1960-1996-1950-1960-1996-1980-1996-2022-2022. Давай, давай, давай! Давай, давай, давай. Танцуем. 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 Танцы, держи. Малый, держи. Давай! А ну, цыпочки, подвиньтесь, дай бабкам подпищать. Ты понял? Я как с цехом. Там народ собрался, очередь выстроилась. Хлеба требуют и зрелищ. Пойдем? Пока, куколка! Малый! Живи, Кай! Погнали! Ну, чё? Зары нет. Вчера ржать был. Телку так здорово. Привет. Здорово. А телки хорошие. Здорово. Что, принесли? Давай. Тут это, половина. Ну-ка дай. Какая половина? Рыжий, ты же должен. Помню, я отдам, честное слово, отдам. Я просто через неделю отдам. У меня с баблом туго. Короче, слушай. Срок неделя. Семь дней, Рыжий. Потом счетчик, потом порежу. Понял? Понял. Понял. Серьезно, отдам. Рыжий, ты должен. Значит так, правила те же. Если менты берут с весом на кармане, все в отказ. Кто ментам сдаст, найду и убью. Я знаю. Сегодня был, а завтра в сборах. Слышь, Санчо, там менты насчет вас пробивали. Ну и че пробивали? Ну, там разное спрашивали. Но я могила. Так что мне бы скидку на товар. Скидки не будет. А че не будет? Они реально прессуют. Я нем как рыба. Че не будет? Че? Я сказал, скидки не будет. Понятно. Тогда я в отказ. Здрасте. Еще вопросы есть? Нет. Все, расход. Слышь, Санчо, деньги верни. Здрасте. Выпиши ему денежку. Ща. Конечно, денежки. Этот, этот. Какой твой, а? Не задерживаем очередь. Вот че, пацаны. Ого! Кто много говорит, тот часто терпит неудачи. Это этот, эээ, макеавели. Нет, 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 этот. Узкоглазый. Дрос. Попресс. 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 Поехали. С ветерочком. Люська задолбала уже. Кладовку покрась, покрась. Ох, достала уже все. Да-да. Ну, давай. Я тебе так скажу. Нет правды на свете. Мы сами все правдим. Вот точно. А, тут, ну, твоя малая шарится. Смотри, че ты? Настя, Настя, иди сюда. Иди к папке. Хорошенькая она у тебя. Антон. Это мне не папа. Может, мы ее… Сюда иди, я сказал. И чем это я хуже папки тебе, а? Если бы мой папа был жив. Пей. Ты че, брезгуешь? Как со своими сопляками в подворотне всякую бурду пить? А я, между прочим, тебя с хорошим человеком хочу познакомить. Ну так. Он нас в гости к себе зовет. Хочешь, я тебе конфет куплю? Я не хочу. А ну, Сеть! Пей давай, я сказал! Нет, нет, я не хочу! Стоять! Ну все, соника, доиграй! КОНЕЦ Настя! Настя, подожди! Любовь Аркадьевна… Настенька, ты почему не дома так поздно, а? Что это? Это кто сделал? Это, это отчим? Я должна вам кое-что рассказать. Он говорит, что я уже взросла, и тут только вы никому не рассказывайте. Ну, тихо, тихо. Настя! Настенька, а что ж ты от нас убежала, а? Мы тебя ищем, ищем. Мы же обещали дядю Паши в гости пойти. Пойдем? Нет, я боюсь, я не пойду. Не бойся. А если я не пойду, он маму убьет, а у нее маленький будет. Идем, а? Она… Она с вами никуда не пойдет. А ты кто такая, а? Не, ну ты видал, а? Да ну иди сюда! Иди сюда! Да и не дергайся! А… Стоять! Че? Руки от ребенка убери! Ой! Ой! Какие мы смелые! Настя, беги! Ни матери, ни подружкам ни слова, понятно? Ты чем пугаешь, а? Ты же не выстрелишь! Ты же баба! Ну иди сюда! Продолжение следует... 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 Нет, нет, нет. Алло? Алло? Зинаида Марковна, простите, что так поздно. Это Люба. Да. У тебя все нормально? Да. Вы про работу говорили, я… я готова. Вот и молодец. Когда ты можешь приступить? Все равно, когда. Хоть… хоть сейчас. Тогда езжай прямо сейчас на Курнатовского, 18. А я туда позвоню. Хорошо. Хорошо. Ты всегда была умница. Да, да. До свидания. Ну, запомните, что безвыходных ситуаций не бывает. Даже если вас съели, есть два выхода. Так что грудь морковкой и хвост пистолетом. Доброй ночи. Я от Зинаиды Марковны. Люба, заходи. Да. Все будет хорошо. Держите себя в руках. Если возникнут вопросы, звоните. До свидания. Я Инна. Очень приятно. Молодец, что пришла пораньше. Я наконец-то высплюсь. Устала, как собака. Так. С чего начнем? Мы с тобой городская служба психологической помощи. Работаем днем и ночью. Ну, по сменам, конечно. Значит, вот тетрадь. Сюда особо опасных, суицидных террористов, угрожающих, фиксируй обязательно. Остальное можно так. Значит, курим мы снаружи. У тебя зажигалки нет? А. Вот. Расходятся они где-то к часу-двум. В смысле расходятся? Ну, основная масса звонков приходится на ночное время. Так что особо выспаться не надейся. Сначала будут грузить очень. Сложно будет. Ну, ничего, привыкнешь. Вот. Даже любимчики появятся. Любимчики? Ну, да. Те, которые звонят постоянно. Подружки такие. Главное, к сердцу близко ничего не принимай. И ничего не бойся. Ну, я пошла. Удачи. Да, и смотри, не засни. Служба психологической помощи, говорите. Здравствуйте. У меня погиб муж. Его убили. А следствие тянется уже два года. Это несправедливо. Я не хочу так. Я... Я вообще не хочу жить. Понимаете? Уснули, что ли? Грузите обоих. Уснули, что ли? Грузите обоих. Уснули, что ли? Грузите обоих. Ты тоже, давай, заканчивай здесь и на вскрытие. Да. А что ты? Були, как обычно, на баллистику, что результаты побыстрее. Ладно? Привет, Юра. Привет, сын. Ну, как дела? Да всю ночь на ногах. Давай конкретнее. Чего там в клубе? В клубе тишина. Ни трупов, ни следов крови. Ну, правда, вон эксперты что-то нарыли. Но результатов пока нет. Ну, а здесь чего? Видишь, два трупа, два выстрела, идеальные по точности. По характеру выстрелов это был профессионал. Да, и у одного из убитых обнаружили охотничий нож, но воспользоваться им он уже не успел. Михалыч, где ты ходишь? Сань, давай, Русаковскому привет. Все, спасибо тебе большое. Сань, тебе что, делать больше нечего, да? Да. Кстати, ты где пропадал? Давненько не видел тебя. Ну, дела. Дела. Влюбился, небось? Начинается. Да ладно. Явно влюбился. Ты, Сань, вместо того, чтоб по подворотням здесь лазить, кстати, выспался бы лучше хорошо. Я бы на твоем месте с утками спал, брат. С утками? Да. А я бы на твоем месте с женой спал. В отличие от некоторых, я сплю с женой. А вот если б ты женился, тогда совсем… Дай мне интервью. Я в морг. Все снял. Давай с ТМВ и запишем. Что, поэтому? Да! Давай. Здорово, папа! Вот, первая партия улетела. Давай ещё. Давать тебе твоя давалка будет. Свою долю забрал. Вечером получишь вторую партию. Остальную через неделю. Так что там с бабой? Решаем вопрос. Что? Папа, подожди, подожди, подожди. Я... Что? Что? Ты же говорил. Ты же обещал. Я... Что значит решаем? Если бы не ты, папа, я бы сам, я бы сам её уже тысячу раз. Сам ты уже нарешал. Павел Борисович, присядь, Паш, на минутку. Павел Борисович, присядь, Павел Борисович, присядь. Павел Борисович, присядь. А вы что, вы следите за мной, что ли? Нет, что вы. Здесь кое-что произошло недалеко. Я снимал репортаж, потом иду, смотрю, вы сидите. Я вам позвоню обязательно. Простите, мне надо идти. Подождите. Простите. Скажите, а вы, может быть, хотите позавтракать? Мужчина. Чем вы теперь занимаетесь? Уже вышли на работу? Да. Только это другая работа, я… Ну, вы, наверное, знаете, я детский психолог. А работать с детьми сейчас, мне непросто. Я работаю в службе психологической помощи. Стараюсь людям по телефону помогать. Угу. Угу. Что с вами? Простите. Показалось. Может быть, все-таки вам еще рано работать? Спасибо. Спасибо. Поезжайте куда-нибудь, отдохните. А хотите, сходим куда-нибудь с вами вечером? Что вы больше любите? Театр или кино? Нет. Не получится никуда сходить. Я по вечерам работаю. И потом, для меня работа сейчас — это самое лучшее отвлечение. А вы чем занимаетесь? Раньше работал в следственных органах. Теперь я занимаюсь журналистикой, снимаю репортажи на криминальные темы. Алло, слушаю вас. Говорите, я вас слушаю. Алло. 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 Ошиблись, наверное. Знаете что, Саша, вы меня простите, но я совсем не голодна. И сходить у нас с вами никуда не получится. Мне домой нужно. Спасибо. 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 Лёва. Люб, вам нельзя возвращаться домой. Человек, который за вами приходил, может прийти еще раз. Вы за меня не беспокойтесь. Я его не боюсь в этом смысле. Я свободна. Подождите. Не идите туда. Подумайте о своем ребенке. Я вещи соберу и уйду. Не волнуйтесь. Вам есть куда идти? Да, есть. Я на работе переночую. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Алло? Алло. Странная ты, смелая. На Леночку, похоже, медсестру из госпиталя в Кандагаре. На Леночку, похоже, медсестру из госпиталя в Кандагаре. Любил я ее, только шансов у нее не было. На менее она подорвалась. А тебе я шанс дам. Должен меня кто-то остановить. На, держи. Держи. Видно, судьба у меня такая. Людей казнить. Сань, у тебя прям хобби — попадать в неприятности. Ну, ты же процедуру знаешь? Хорошо. Ну что, как вы? Все в порядке со мной. Все, все в порядке. Спасибо. Слава Богу. Я же предупреждал вас. Все это очень серьезно и лучше уехать из города. Что вы собираетесь делать дальше? Дальше? Работать. Вы мне скажите, вы узнали, кто этот человек, кто его нанял? Вы хотите, чтобы я спросил у мертвого киллера, кто его нанял? Вот Подгорнов его застрелил, сам пусть и спрашивает. Хорошее интервью может получиться. Я просто хочу, чтобы вы нашли убийц Максима. И чтобы вы, чтобы вы их наказали. Вы понимаете это? Послушайте, Любовь Евгеньевна, виновность преступника в суде подтверждает уликами. Понимаете? И мы работаем. Спасибо. Поверьте, мы делаем все, что в ваших интересах. И в ваших же интересах поговорить с Подгорновым, чтобы он не вмешивался в это дело. Он не объективен. А ты объективен? Да поймите же вы, наконец, правосудие — это система, машина. Найти убийцу вашего друга еще не значит его покарать. Этого мало. В нашей системе нужно его еще осудить. А вот с этим у нас бывают проблемы. Большие проблемы. Как вы узнали, что этот человек придет сегодня ко мне? И я не знал. Просто подумал, что вам нужна компания. И решил вернуться. Ну все. Служба психологической помощи. Слушай. Служба психологической помощи. Слушай. Я хочу покоя. Она всегда была такой, даже когда мы были детьми. Даже когда умерли наши родители. Даже когда я отдавал ей все, что у меня было. Я терпел годами, но силы кончаются. Терпеть — это не свобода. Может быть и хорошо, что сил больше нет. Почему все стало таким сложным? Я спрашиваю себя. Вот как я жил все эти годы. Чем старше я становлюсь, тем больше вопросов. Я боюсь многого. Смысл есть. Он меня использовал и выбросил. Как куклу. Использовал и выбросил. Никого нельзя выбросить. Может быть пришло время заняться собой? Деточка, вот ты умная, образованная. Скажи, как мне быть? У меня внучок шестилетий в интернате. А у них там трудовик лютый, как зверь. Фамилия Папков. Папков. Полюбовник заведующий. Он их и бьет, и измывается всяко. Я уже в равно писала. Да только ж заведующий его от всего ты отмажет. Боюсь я, дочка. Боюсь. Да только ты меня не сдавай, дочка. А то как бы они Миши ничего не сделали. А у меня кроме него никого. Да с инвалидностью-то взять его не могу. А ну-ка, стой. Перемотай, где он пулю вытаскивает. Да. Что? Видишь ли, Леша, я два раза видел, как криминалист Гнелицкий так поднимает брови. Первый раз, когда познакомился со своей Танькой, она к нему на практику приходила. Второй, когда обнаружил ДНК саратовского маньяка. А, вот сейчас третий раз. Знаешь что, ты давай монтируй, а я подъеду попозже. Привет. Привет. Яблочко хочешь? Нет, спасибо. Инна, скажи, а ты, ты давно здесь работаешь? Я шесть лет. Ух. Почему так долго? Тут вот какая штука. Понимаешь, здесь мир с изнанки видишь. Мир вроде тот же, только твоя картинка поменялась. Я вот пока не просекла, никак не могла себе в толк взять. Ну вот, есть же суд, так? Есть обвинение, есть преступник, а я кто? Что я делаю в этой ситуации? Ну вот, казалось бы, все очень просто. Взял автомат, все плохих расстрелял и все. Извини. Алло. Центр психологической помощи, я вас слушаю. Привет. Сань, ты что хочешь меня увидеть рядом с ними, что ли, да? Я вижу, что снова в деле. Да патологоанатом уволили. И пока ищут замену, я, так сказать, вернулся к своим истокам. Вот. Алкогольный цейроз. Прям как из учебника. Я не за этими тайнами следствия. А зачем? Ты мне лучше расскажи про пулю, которую ты в стене вытащил. А что с ней? Слушай, гниль. Не ломайся как девушка. Ну, это другое дело. Кстати, у меня еще три пули. Гнилицкий. Что? Потом. Ладно. Я, конечно, не специалист, но создается впечатление, что какой-то дедушка решил убрать из района всех пьяниц. Ну, или еще какой-нибудь антиквар. Да. Можешь нас с Танечкой поздравить. Дочка наша на стосях. Поэтому ждем внука. Поздравляю, поздравляю. Только говори беременная, благозвучнее, что там. А что там? Понимаешь, Саня, в сущности, это исторический артефакт. В смысле? В прямом смысле. Пуля из нагана. Характерная она очень. Смотри, свинцовая, оболочка медная, но гильза латунная. Наган образца 1895-го года. Ты представляешь, откуда он к нам пришел? Ну, мощная, Саня, штука. Из тридцати метров три сосновые доски в два с половиной сантиметра насквозь пробивает. Боже мой, как же я забыл. В управлении-то шумят, ох, шумят. Разрешите поздравить вас с удачной охотой на киллера. А, может, к нам вернешься, а, Санечка? А ты знаешь идею. Пойдешь ко мне в напарники. Так, все, забыли? Не дай Бог. Я так и думал. Не закусывай печенью. Остряк. Выходим. Кто там паркуется, Борисович? Выйдешь. Простите, а в Орловцев, Иван Борисович? Участковый. Я к вам вот по какому вопросу. Вы журналист. Из криминальной хроники. Верно. Я вас узнал. Может помочь? Можно. Я, знаете ли, здесь производил закупку канцелярских принадлежностей. Пройдемся. Знаете ли, работа сейчас. Все пишем, пишем. Отчеты, протоколы. Скажите, а вы машину не закрываете? Кто ж ее украдет? Мы ж полиция. А. Пройдемте. А вы ко мне по какому вопросу? Интервью будете брать? Ну, можно и так сказать. А. Стрельников? Да. Ко мне здесь телевидение, так что машину закрой, понял? Есть. Пройдемте. Вот, пожалуйста. Ну, что вам сказать. Вы записываете, да? Да нет, я так запомню. А, ну хорошо. Ну что, они оба были проблемными. У каждого по две судимости за разбой и изнасилование. Один потихонечку спивался, а у второго каждый день дебоши. Извините, пожалуйста. Участкова Орловца слушает. Мам, я, мам, да, я покушал. Да-да, вкусно. Я не могу сейчас говорить. У меня, у меня телевидение. Все. Все, я, я тебе тоже. Мама. Мама. Так на чем остановился? Дебоши. А, да, дебоши. Ну что, у него жена беременна, дочь, правда, не его, а от жены первого брака. Отчим избивал мать, девочка вызывала нас, а мать боялась отдавать показания. А недавно он еду сломал. А еще, у меня закрылись такие подозрения, что отчим к девочке, ну, как бы это сказать, ну, испытывал нездоровое влечение, ну, вы понимаете. Изнасилование? Угу. Угу. Так что жалеть о них вряд ли кто-то будет. Чайку? Нет, спасибо. А что девочка? Раз у вас раньше закрадывались подозрения. Ну, а что? Ну, подозрения подозрениями, а нет заявления, нет дела. Перевезена. Мы ее в Феникс направили. Феникс? Угу. Это для подростков? Да, центр для подростков. Туда из всего Котоминска едут. А вы передачу будете делать? Да. Только надо кое в чем разобраться. Разберемся. Не нравится мне этот рыжий. Стремный какой-то. И глаза все время туда-сюда. Да. Да Дорчок он. Вот на измене у него глаза постоянно туда-сюда. О! Нюхач-трюкач. Чё, принес? Да. Тут это… и долги, и остальное. Присаживайся. Давай-давай-давай. Да. Сегодня берешь последнюю партию. Следующая партия только через неделю. Но тебе хватит. Пока сбросишь эту, неделя пролетит. Ого. Бери. Ты чего такой бледный? Рыжий. Я ночью синьки перебрал. Мутит. Мутит. Ну ты береги здоровье. В здоровом теле. Здоровый дух. Ну я пойду. Иди. Давай-давай-давай. Стоять! Ничего не трогаем! Верни! Тихо-тихо-тихо-тихо. Давай-давай-давай. Вечер за мешочкой загорает. А солнце тает плавно в горе. Пошел-пошел-пошел. Пошел-пошел. У меня тоже с мамой случай был. Вы с мамой на пляж ходили. Тоже там такое. Да? Девчонка, а кто из вас Настя Голубина? Я ничего не знаю. Значит, ты Настя? Скажи, а ты знаешь Любовь Аркадьевну Кленскую? Она у вас работала. Я ничего не знаю. Скажи, пожалуйста, ты видела её четырнадцатого числа вечером? Ничего она не видела и не знает. Здравствуйте. Ищете кого? Вы родитель? Нет, я журналист. Просто хотел Насте пару вопросов задать. Девочки, подождите на улице. Послушайте, мы пытаемся восстановить психику этих детей. И я никому не позволю разнюхивать здесь. Я ничего не разнюхиваю, я просто хотел… Вы не поняли. Не важно, чего хотите вы. Понял. Извините. Настенька! Настя! Что? Пойдём со мной в кабинет. О, это было бы круто. Я считаю, чтобы они по тебе очень понравились. Приготовились на выход. По одному руке за спину. В общем так, звонили из лаборатории. Результаты по порошку уже готовы. С минуты на минуту поднесут. Отлично. Судя по весу того, что у них изъяли, им светит лет восемь, не меньше. Ну, будем надеяться. Давайте. Любовь Евгеньевна, сейчас вы увидите людей, посмотрите на них внимательно. Если вы кого-нибудь из них узнаете, скажите, где и при каких обстоятельствах, вы их видите. Что здесь происходит? Кто учинил этот произвол? Как ваша фамилия? Не надо, я знаю. Что это за женщина? Я вас где-то видел. Кто вы? И что вы здесь делаете? Идите работать, а не болтайтесь без дела. Следователь Русаковский, кто вы и кто вас сюда пустил? Я адвокат. Борис Левинсон. Пора бы запомнить, а вы-то незаконно задержали моего клиента. А где результаты экспертизы? Покажите мне их. Я требую, дайте мне результаты экспертизы. И мобильный телефон держите при себе. Одну минуточку. Минуточку. Вам таки будет сейчас звонить прокурор. Одну минуточку. Проходите, пожалуйста. Борис Моисеевич, вы нам мешаете. У нас сейчас будет происходить опознание по делу. По какому делу? Где дело? Покажите мне дело и результаты экспертизы. За что вы занимаетесь? Секундочку, секундочку. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Секундочку. 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 Придёрнул отсюда! Где результаты экспертизы? Да не волнуйтесь вы так. Вот, пожалуйста. Пусть ознакомится. Ознакомьтесь. Ну что, узнали кого-нибудь? Не торопитесь, постарайтесь вспомнить. Какой стиральный порошок? Какой стиральный? Вы с меня смеётесь? У вас будут огромные неприятности. Вот поверьте мне! Я требую немедленно прекратить этот произвол! И уберите эту женщину! Ну, узнали? Да. Так точно. Конечно. Нет. Я вас понял. Отпустить немедленно. Нет. Ну, вы такое видели, а? У вас что? Работают одни идиоты? Да ладно. Молчите. Это гениально! Поначалу мне показалось, что эта курица всё испортила, но оказалось, что она просто слепая. Павел Борисович в ресторан. Отпустите меня, пожалуйста, журнебята! Не убивайте меня, пожалуйста! Ну, отпустите меня! У меня ребёнок маленький дома. Пожалуйста, не убивайте меня, ребята! Ну, пожалуйста! – Как же я тебя отпущу? Ты в ментовку пойдешь. – Я не пойду тебе, я не пойду. Молчи, тварь. Голочку перележу, молчи. Хороша была, кобылка. Давай, кончай ее. Серый валим отсюда. Отпусти ее. Ты чего? Ты чего, заблудилась? Отпусти, или я стреляю. Понятно? Ты чего? Тихо-тихо-тихо! Тихо-тихо! Всё! Всё! В плётку брось. В плётку брось! Фома, ты где лазишь? Интим вам не порчу. Допрыгалась он герой. Тихо-тихо! Субтитры заявил DimaTorzok Но, отец сохранится THE KARAQUA o ASSISTANT WWW, Postle Прости, или я стреляю. Понятно? Ты чё? Тихо-тихо-тихо! Тихо-тихо! Всё! Всё! Плетку брось! Плетку брось! Фома, ты где лазишь? Интим вам не порчу. Допрыгалась он герой. Тихо-тихо-тихо-тихо! Привет! Привет! ЗВОНОК ВЕСЬ ЗВОНОК В ДВЕРХЯ СТУК ТЕЛИ ЗВОНОК В ДВЕРХЯga ЗВОНОК В ДВЕРХЯ СТУК В ДВЕРХЯ Здравствуйте. Деточка, я тебе звонила уже. Про Мишеньку рассказывала из Иры до этого трудовика, подкова. Мишенька-то в больнице. А второй-то пальчик. Васенька помер. И все из-за трудовика этого. Ира заставил их шкафной таскать, а ему веселье. Шкаф-то их не накрыл. Васенька головой от ступенька ударился, а Миша ногу перешибла. А этому нипочем. Вроде как несчастный случай. Мать-то хирота. Ну, вроде как, говорят, ребята сами решили шкаф потаскать. Он бьет их люто, чтобы они рассказать боялись. Алло. Попков. Попков. Андрюха. Да? Дохвати пакеты из машины. Боя. Юр, скажешь пару слов? Сань, мне на все это дерьмо жалко время свое тратить, не то, что интервью давать. В смысле? Да в прямом смысле. Отпетые подонки. Понимаешь? Двоих лично я пытался за грабеж посадить, а третий уже год в розыске был по-предумышленному. Кстати, у него ствол боевой нашли. Так что я бы тем, кто их грохнул, спасибо сказал. То есть, ты сказал бы спасибо убийце? За этих подонков? Конкретно сказал бы. А чего ты так реагируешь подборно? У меня две дочки в школу ходят, и я за них переживаю, пока вот такая мразь по земле ползает. Вот такое тебе интервью. Ну, что там у тебя же? Володь. Фух. Ты чего такой нервный-то? С морга, что ли? Угу. Ну, ладно, чё там? Ну, только не говори, что опять нагана. Я, конечно, могу сказать, что стреляли из ракетно-зенитного комплекса «Стингер», но опять стреляли из нагана. Вов, ну, хоть ты скажи пару слов. Никаких интервью. Ну что, я поехал? Да, давай. Материал сразу монтажку отдашь. Сделаем. Ну что, как видишь, не на одном фанайлое длинном свет сошелся. У нас теперь еще и народный мститель обьявился. Пацаны, пацаны! Шукер, шукер, шукер! А что, спеши? Гулянич, стой! Скажите, вы не знаете, где Попков? В мастерской. Стой, Гулянич! Раз, и два, и сначала еще два, и раз, и два, и раз, и два, и два, и два. Работай, работай! Давай, давай, работай, стыка надо! Встань! Работай! Мамка не поможет! Шлепки малолетние! Не знаю. Вон судово пошли. Стоять! Ведро вынесли за собой. Ага. Еще раз пиве теплое принесите бошки поотрываю, ясно? Ага. Ясно. Э, цыка, цыка, наверное, а? Попков? Ты кто такая? Здорово. Помнишь меня? Нет. Ага. Закурить есть? Есть? Ну дай, че ты. А че у тебя зубами? А че у меня зубами? Рот открой. А ты че стоматолог, что ли? Можешь ты стоматолог, открой рот. А глазки прикрой. Ага. Дернешься и бошки нет, прикинь. Любишь детей воспитывать, да? Слушай меня внимательно, ты, ублюдок. Еще раз. Ты разденешь свою поганую пасть на какого-нибудь ребенка или пальцем потронешься. Я тебе бошку пристрелю. Ты даже ахнуть не успеешь, и тебя уже нет. Вопросы есть? А знаешь что? Я тебя сейчас застрелю. Ты был плохим учителем труда бабков. Барабан через один зарежен. Повторяю еще раз. Если какой-нибудь ребенок на тебя пожалуется, я тебе бошку отстрелю. Сыком. Но если я узнаю, что ты развязал свой поганый язык, ну вот и хорошо. Вот и договорились. Молодец. Мама! Да. Люба, это Саша. Мы могли бы с вами встретиться. Саша. Послушайте, вы мне помогли, я вам очень благодарна, спасибо. Встречаться нам не надо. У меня есть для вас очень важная информация. Это по поводу убийства. Хорошо. Хорошо, конечная двадцать четверки около ТЭЦ, знаете? Хорошо, я сейчас туда подъеду. Перед полчаса давайте. Договорились. А вообще мы с тобой как Бонни и Клайд. Давай с тобой в Голливуд снимать со мной кино будешь, хочешь? Жизнь как басня, ценится не за длину, а за содержание. Когда следующая партия? Скоро подвезут. Здорово, папка. Может выпьешь, покуришь с нами? Угощайся. Геннадий Алексеевич. Значит так, сейчас снимаемся и валим из города. А чё за кипиш? Тёлка нас не опознала, я её так прорубил на трассе, что у неё вообще память напрочь отшибла. Девушка, вы не могли бы нас оставить? Конечно. Ань, пойдём. То, что тёлка вас не опознала, ещё ничего не значит. Вас менты пасут. Так что сегодня валите из города. Это не обсуждается. Тут ещё стрелок какой-то появился. Говорят, бывший спецназ из таких, как вы, пачками валит. Стреляют почему-то из революционного нагана. Так что сегодня организовано. Собираем чемоданчики и выезжаю в пионерский лагерь на эти, как их, каникулы. А чё красные галстуки там, барабаны выдашь? Какой же ты кретин. Хорошо, что мать не дожила до этого момента. Ладно, прости. Так чё за лагерь-то? Лагерь мой. Купил за копейки. Нужно базу устроить. Будем там товар хранить. Сейчас на сборы. Сегодня выдвигайтесь. Отсидитесь там, пока я здесь всё уложу. Молодёжь. Вылетали Капоне. Да. Не всегда будет лето. Снова Голливуд отменяется. Здравствуйте. Здравствуйте. Мне звонил ваш следователь, Михаил Рысуковский. И сказал, что вы были на опознании и что вы… Я этих людей не знаю. Но это ведь не так. Это не ваше дело, ясно? Послушайте, Люба. Этот парень сын человека по фамилии Фанайлов. Это наш меценат, будущий депутат. Но всё это ширма. На нём заказные убийства, рейдерские атаки, махинации с жильём. Вот. Подпольные бордели. Он кстати в них сам не брезгует ходить. А уж про наркоту я вообще молчу. Какое отношение это всё имеет ко мне? Тот человек на дороге был свидетелем. А вы просто с Максом оказались не в то время, не в том месте. Ладно, у меня надо идти, у меня ещё есть дела. До свидания. Люба, если вы что-то задумали, не делайте этого. Очень прошу вас. Я же говорил. Береги здоровье. Береги здоровье. Это ты. Всё. Тише, тише, тише. Тише. Помогите! Молчание. Лучший друг. Который никогда не предаст. Забирай! Помоги! Не хочу! Хорошо. Чисто. А со стиральным порошком? Так вообще. Ты как твой отец. Реальный мозг. Верния. Ах-а-а! Ах-а-а! Ах-а-ха-а! Ах-а-а! Ах! Ах-а-а! Ах-а-а-а! Помогите! Мабой! Баба! Помогите! КОНЕЦ КОНЕЦ И снова в нашем городе прозвучали выстрелы. И снова убиты те, кто нарушал наш покой и погружал наш город в страх. А я тебе говорю, Мира, не выдержал кто-то и сам стал гадов отстреливать. Кто этот народный сниг с оружием брудах 50-летней давности? Кто этот человек, который вершит правосудие? Мало нам бандитов. Нет ответов на эти вопросы. Как теперь еще и народ стал вооружаться. Стыдышный народ, кто-то из военных, у кого в семье есть наган. Здрасте. Ой, здравствуй. Проходи, проходи. Да я вот починил. Берите. Ой, спасибо тебе. Спасибо. Спасибо. Слышал про партизанов в новостях? С наганом. Это не ты, Федь? Да, куда уж нет. Я ведь все время здесь торчу, а наганом, в городе стреляет. Да. Ну, бывайте. 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 Бывайте мнеそうですね... Бывайте. Продолжение следует... 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 Ваня, отдай лопатку девочке. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Иди. 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 Твою мать. Подъезд проверь. Достал... Как смотри. Да... Знала я его. Нелюдь... Молоденьких девочек водил. Совсем школьниц. Я его по телевизору видела. Депутаты леса. Вот и до леса. Вот возьмите. Что это? Да что? И не думай даже. Чёрта не стало. Так видно, Богу угодно. Ещё в народе говорят, Бог шельму метит. А ты, голубушка, сейчас там разбегутся и пойдёшь потихонечку. А нет, так оставайся у меня. А ты, голубушка, мне старуха-то одинока совсем. Так что оставайся. Ну что, Саня, накрылся твой, Фанайлов. Кто-нибудь что-нибудь видел? Очень странно, но нет. В милицию вызвал начальник охраны. Говорит, подъезд был пуст. Да, чисто сработано. А соседи? Я ж говорю тебе, чисто сработано. Ну ладно, давай. Чё стучишь? Спать мешаешь. Да где уж тут спать-то? Смотрите, вон у вас тут целая революция. А по мне так никакой революции. Денью Христи убили. Ну и тьфу на него. Бабуль, скажите, вы здесь эту девушку не видели? Ой, слепая стала. Не выдала. Не, не выдала. Подождите, я не из милиции. Я ищу её. Ей угрожает большая опасность. Если я не найду её, будет очень плохо. Её могут убить. Она очень нужна мне. Небось влюбился. Мой муж тоже такой был шалопай. Бегал за мной, как ошпаренный. А я девка ничего была. Понятно? Ну вот, иду я из булочной. И возле соседской двери батончик-то и упал. И слышу, за дверью мужик. Говорит всё время. Лагерь, лагерь. Ну я ботончик-то поднял, а? Ну чё мне? Бег, что ли, под чужой дверью торчать? Спасибо вам большое. Отдыхайте. Угу. Да. Послушай, не лезь туда. Потерпи ещё чуть-чуть. В квартире у Фанейлова при обыске нашли очень много интересных. Мы их арестуем. Не изжай никуда. Люб, я не хочу, чтобы ты рисковала ребёнком. Слышишь? Алло, слышишь? Сергей Иванович, ты мне можешь достать адрес пенера лагеря Фанейлова? Он вроде недавно его купил. Ага. Ага. Когда гремит оружие, законы молчат. Задолбался я тут. Думал веселее будет. Лагерь как-никак. Тебе веселее в другом лагере будет. Там, где спецодежды выдают. Ты это сплюнь и по голове себе постучи, понял? Ладно. Пойдём развеемся. Наконец-то. Опять на белок охотиться. Будем. Простите, лагерь Знаменский. Не подскажете? Значит, мимо посёлка, километра полтора, забор бетонный. Это он и есть. Спасибо. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Сидеть! Ну, я его завалю, а? Ну, дай. Я его рожу поделю-ка не могу увидеть. Он всё время про пацанов что-то гонит. Тварь! Детишак! Детишак! Я его глотку борю! Расслабься, дрозд! Он по-любому уже труп. А ты отважный чувачок. Зачем ты вообще сюда припёрся? Газ нет. Тебе чё надо? Сидел бы дома, варил бы кашу, снимал бы своё кино, голимое про криминал. Ты как узнал, что мы здесь, герой? Герой мультиков. Да пошёл ты. А! А! Где бизин? Я его сейчас сожру! Маньяка не врубай! Ты сейчас весь лагерь подпалишь. Ладно. Ладно. Да. Лучше проломи ему башку. Да. Только кровью не испачкайся. Ладно. Это хорошая идея. Оружие на землю! Быстро! И это нашла. Папа, вы прям сыщики какие-то. Хреновую берлогу папаша подкинул. Нет больше твоего папаши, ясно? Врёшь, сучка. Развязывай его быстро. Тупая у тебя женщина. Это было круто. Повернись, я тебя развяжу. Какого чёрта ты здесь делаешь? Я бы себя этого никогда не простил. Ты очень красивая. Аппарат абоненты выключен. Чё за день, а? Чё-то трубку не берёт. Слушай, ну, может она его реально грохнула, а? Король умер? Да здравствует король. Я тебе когда-нибудь язык вырву. Конфуций обдолбанный. Пойду отолью. А-а-а-а-а! Не отслели себе там ничего! Конфуций обдолбанный! Давай. Крэстик! Я сказал, Крэстик! Крэстик! Вы где? Главная ошибка — не исправлять своих старых ошибок! Что-что? Конфуций! Ты где обдомыш? Я же сказал, главная ошибка — не исправлять своих старых ошибок! Я к тебе иду! Может быть, их лучше не совершать? Это точно. Эй! Эй! Сыков! Эй! 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 Пошли! Эй! 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мам, мам, как же больно, мамочка. Мам, мам, как трудно без тебя. Мам, мам, не убивай меня, пожалуйста, с папой. Я же с ним ребенком никогда не был. Мне же плакать было нельзя. Он меня бил. Бил за это. Закроет в чулан и бьет. Прости меня, пожалуйста. Только не убивай меня. Прошу тебя. Я не виноват, что я такой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ Макс, мне холодно. Можно я прижмусь к тебе? Тебе это не нужно. Что ты такое говоришь, разве ты не рад меня видеть? Рад, но ты просто в нем в гостях. Обними меня, пожалуйста. Я устала жить одна. Ты не одна. Ты носишь в себе новую жизнь. Я просто хочу, чтобы ты была счастлива. Сын известного бизнесмена Фанайлова, убитого недавно во время криминальной разборки, сегодня найден мертвым в здании старого пионерского лагеря. По версии следствия, он и двое его друзей затеяли ссору в связи с разделом сфер влияния в наркобизнесе, которым они занимались. На месте кровавой перестрелки обнаружено большое количество тяжелого синтетического наркотика, известного среди наркоманов как китайский снежок. Также развенчан миф о появлении в городе народного мстителя со старым наганом в руках. Наган с отпечатками пальцев сына Фанайлова обнаружен на месте преступления. Это красноречиво свидетельствует о том, что именно он совершил все нераскрытые убийства в городе, выясняя таким образом отношения со своими конкурентами. А ты похожа на ангела. Только летать не умею. Могу научить. Не боишься? Не боюсь. Тогда и его нужно будет научить. А ты разве не знаешь? Воспитывать ангелов — моя вторая профессия. Держи. Танечка, а что нужно дяде сказать? Спасибо. Молодец, пойдем. 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»